Ну, Павел, возмущаясь, говорил, что бедный он человек. Кто избавит его от этого, что? Тела. А потом дальше говорит про осуждение, которое отсутствует в человеке, который живёт по духу. Или закон духа. То есть по закону духа. Такому нету осуждения. Если метнёмся с одного места в другое, пост, который я избрал, я, говорит, 40 лет, говорит, общаясь с вами, вы меня раздражали в пустыне. Уходя в другое место, Писание говорит, что крестившиеся умерли. И они, что живут опять же в духе Христа, таких поклонников ищет Господь. И крестившиеся, отвергнувшие себя, взявшие крест и следующие за чем? За своим Господином или за Иисусом Христом. И он говорит, отцы мои, знают голос мой, чужого не знают, но бегут. В этом есть гармония, когда ты, уже не ты, а в тебе живёт Христос. И ты, Вадимый, его духом. А тут, чё не услышишь, ой, не говори так, ой, ты меня соблазняешь, ой, там ещё чё-нибудь такое. Это реально больные люди, которых надо в дурку отправлять из собрания или вместе с пастырем. И как один, по-моему, или Эрл Штеген, или Бонке говорил, видел откровение, что и секретари, и декана, и пастыря, и целые-целые братства идут и падают в пропасть. Поэтому я, исходя из реального сегодняшнего времени, вижу лицемерие, фальшь, обижающиеся и обижанные, и обижающие. Это вся группа, группировка больных людей, непокаянных, нерождённых, слыша, а, как говорят, был грешник сухой, стал грешник мокрый. Чё паркетные генералы пороху не двигали, возымнили себя в ликих полководцев. Ну, а как вот всё это поменять, чтобы пришла эта жизнь, человек скукнулся с жизнью настоящей? Или это уже для некоторых закрыто? Володь, одно местописание нам говорит, тем, которые я читаю. Шёл Иисус, с ним шёл ученик, который увидел там ещё одного, который идёт, говорит, а чё он идёт? Вот, а ты иди, тебе какое дело? Если ты слышишь голос, и тебя именно сопровождает он, и ты видишь доброго пастыря, то не в твоей, как бы, компетенции, а чё там и как. Так, ты иди, а с ними Господь разберётся. Внешних судит Бог, а внутренних, если Он принял водное крещение, вот уберёшь жезл, если видишь, что нарушает эти данных, власть такая, как духовному человеку, судить обо всём, то применяю Слово Божье, или что, разращённого, удаляющийся среди своего общения, и всё равно идёт за пастырем. Володь, мы много говорили неоднократно. Если Иисус, беседуя с Петром, сказал, что ты свяжешь или разрешишь, это было сказано Петру. Теперь определение те, которые описаны в Евангелии, и дела, которые делает Бог, Он никому это не передавал, чтобы кто-то этими действиями занимался. открывает или не открывает, что там дальше, освящает или не освящает, приводит к Иисусу или не приводит, крестит Духом Святым или не крестит, даёт покаяние или не даёт покаяние. это Он делает. И никто повлиять на Его действия никто не может. А если привилегию мы имеем, Он призвал, привёл, и показал, и открыл глаза, то надо благодарить и дорожить этим. И пальцы верим не держать. Вот боязливые, неверные, скверные и прочее, как там написано, царство не наследует. И таковых много. Печально, печально. Почему нести в Бейсболе такой путь? Кстати, ты туда звонил за этот бурю, которая была, но я там проезжал сегодня, но тоже так далековато, ну как от нас, от Буэрки. Тут там деревьев много было повалено, уже попилили их, трассу расчистили, ну. так, более такая, ничего себе была. Такая мощная прошла. Ну, лишь мимо, там, где я живу, у нас край только зацепила. Ну, приятный дождь был, ливень, всё, но относительно спокойно и хорошо. А рядом буквально тут сколько там километров, наверное, 6 уже. Володь, вся норма или нормы, или правила, они начинаются от того, что слышит человек. Или обольстительские духи его атакуют. или он стал, стал, как ян говорил, сотворил достойный, слетел, сотворил достойный плод покаяния, наверное. Очень интересная тема. Надо как-то её, а то, вот так всё параллельно, но как-то параллельно, меры, которые не пересекаются. к сожалению, одни идут прямо, а другие по боку. Помнишь, тема есть такая, откровение храм, из-под порога храма. Ты слетаешь из-под порога храма, там река текла, а что там? Помнишь, такую историю? Ты там оборвался, там с-под порога храма, и ты, я прекратилась. Что-то полную историю я не понял смысла, что ты хотел сказать. У тебя, наверное, что-то с интернетом или что? Тишина. Ты тут, Володя? Да, вот появился. Что-то какие-то проблемы у меня с интернетом выкидывало. Вообще, я не знаю, что это такое. Да, с-под порога храма и все закончилось. Только интересно хочется продолжение, а вот тишина и куда-то все там длин-длин. Еще раз, есть история такая библейская. Из-под порога храма вытекала вода. Помнишь эту историю? Ну, да, да. Помню, там она текла. Это же уже как бы там на небе оно там. Ну, это же не здесь. Ну, конечно, честно говоря, я так и не понял. Там много рыбы было, то-то. И это вода, река. Ну, расскажи мне. Ну, там тема простая. По косточке, по колено, по поясницу. И дальше надо было плыть. Ну, да, да, да. Дальше надо плыть. Слышал разные толкования по этому поводу. Ну, да. Лучше быть, лучше плыть, когда тебя понесет течение. Да. Володь, ты видишь вокруг себя людей и можешь характеризовать, кто где находится. Или стоит, смотрит на поток, или зашел, знаешь, бывают старые люди, зашел так по косточке, да, и стоит на дичке. Другой зашел по колено, следующий зашел по поясницу, чтобы постать, да. А другой лезвый плывет. И когда человек плывет в потоке, то там надо работать. Там не просто ты находишься, а там остановился, утонул. И служение в духе, это не стоять со стороны смотреть. Тебя ведет или несет, или вагины. Мы об этом говорим. Тогда куда тебя поток будет нести, там ты и будешь. на сегодня после этого случая жена там рассказала одну историю. Ну, я как грубый человек деревянный. И вот она там как-то короче коснулись темы, как надо воспринимать людей. Говорит, надо смотреть на человека так, как ты вроде бы хочешь с него написать картину. И ты смотришь на внутренность. Не столько даже на внешность, а вот на чтобы понять человека. И вот когда ты воспринимаешь людей, с кем ты общаешься, и ты всматриваешься в человека. Это я так понял, это смысл. Потому что я замечаю себя в последнее время, что на некоторых людей даже в лицо не смотрю. Ну, как то. Есть если я смотрю, я смотрю уже. Или я не смотрю вообще. так, поскольку, поскольку. Это очень мне идея очень понравилась. Смотреть на людей, всматриваться, увидеть, чтобы общаться с людьми. не как внешне, а как личность. И тогда интерес получается совершенно другой. Тогда все как-то по-другому. Я над этим сейчас в последнее время буду, я думаю, над этим работать. Потому что раньше у меня было так. чисто кто мне нравится. мог так вникать. Если не нравится, прошел мимо. Смотри, мы вчера говорили о нечистом духе, о легионе говорили. Ну шо, кто шо читал, кто где был, кто с Муму встречался, кто Мумушником стал. Спасибо, благодарю. Умушок, ко Волс Skype.